Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Как мы все помним, руководство ФРГ, желая поскорее угробить немецкую экономику и уехать за океан, опережая все санкции, инициативно запретило само себе покупать российскую нефть, поставляемую по нефтепроводу Дружба. Хотя она под санкции как бы и не попадала. Замену данному энергоресурсу немцы нашли в виде казахской нефти, которая, по их оценкам, должна была частично компенсировать отказ от российского черного золота. Правда, в этой всей диверсификации есть немаловажный момент – труба для прокачки нефти по-прежнему использовалась российская и принадлежит она транснефти. Объемы поставок нефти в Германию были запланированы на уровне 2 миллиона тонн в год, однако в ситуацию совсем чуть-чуть вмешался батька и заявил, что как-то тарифы на прокачку какие-то недемократичные, в результате чего поднял их для казахов на 43%. Нефть все равно пошла в Германию по Дружбе, правда, стала дороже. И вот информационное агентство Reuters, ссылаясь на три осведомленных источника, пишет, что Россия уведомила Казахстан о прекращении транзита нефти по Дружбе. Причиной остановки транзита являются возникающие проблемы с оплатой от польского государственного оператора Перн, который, ссылаясь на санкции, видимо, не может провести необходимые платежи, а по сути хочет качать нефть на халяву. Поэтому российская сторона выбрала наиболее оптимальный вариант – остановка транзита, пока немцы, поляки и казахи не разберутся, кто, сколько и кому должен платить. При этом в Казахстане, осознавая возможные потери, поспешили успокоить покупателей, мол, не переживайте, ситуация под контролем, поставки будут продолжены. Об этом заявил советник министра энергетики республики Шингас Ильясов. На самом деле транснефть поступает очень правильно. Закончилась оплата, стоп-кран или стоп-вентиль, кому как больше нравится, пока нет денег на счетах. Формула отношений проста – как только оплатите транзит, продолжим качать. И не нужно думать о высоких материях братских отношений, про которые вспоминают, когда прижмет очень сильно и больно. У западных коллег и партнеров заискрил и задымился мозг, когда они узнали, что Россия и Иран договариваются о совместном газовом проекте. Для светлоликих эльфов – это как если бы Apple и Samsung вместо тотальной конкурентной вдруг стали бы делать смартфоны вместе. К тому же нервную дрожь американцев усиливало одно непреложное знание – от газовых труб добра не жди, так хорошо подсаживают на свои трубы, что потом стащить не получается. Даже с Европой вот до сих пор не факт, что она не вернет все, как было лет через пять, десять. Но в Европе еще хотя бы можно работать Америке и Британии, а как забираться в Иран? Итак, что касается фактов. Было сделано официальное заявление министра нефти страны Джавата Уджи, который сказал, что Иран планирует создать газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара в промышленном районе Асалую в южно-иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива. В этом регионе находится производственный центр крупнейшего в мире нефтегазового месторождения Северное – Южный Парс. Запасы газа составляют 28 трон кубометров газа плюс 7 миллиардов тонн нефти. Отрицала ли Россия эти слова? Давайте лучше напомним совсем иное, а точнее, сразу два инцидента, которые не забудешь и не развидишь. Первое – Эльвиру Захибзадовну в платке и с неизвестной миссией на переговорах в Иране всего пару недель назад. Все хорошо помнит? Ну да, такое забудешь, пожалуй. Второе – также в мае в Иране была вообще большая делегация, которую возглавлял вице-премьер Александр Новак, который у нас курирует, напомним, топливно-энергетический комплекс. По итогам визита было заявлено, что подписаны десятки соглашений, из которых ни одно не было преданогласности на тот момент. Но зато теперь пошли вот такие безумно интересные сообщения из Ирана. Владимир Путин 3 июля ночью прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества ШОС, а также проведет серию двусторонних переговоров, в том числе с председателем Китая Сидзимпином. Президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Махбиром. Самолет президента приземлился в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в 5 часов ровно по местному времени 3.0 по Москве. Визит Путина в Казахстан будет проходить 3-4 июля. В первый день запланированы двусторонние переговоры. Во второй день Путин примет участие в саммите глав государств членов ШОС. Сейчас в ШОС председательствует Казахстан, а со второй половины 2024 года – Китай. Помощник президента Юрий Ушаков рассказывал журналистам, что 3 июля у Путина запланированы 6 двусторонних встреч. Пожалуй, самое ожидаемое из них – это двусторонние переговоры с президентом Турции. В последний раз лично Путин и Эрдоган встречались 4 сентября 2023 года в Сочи. После этого они шесть раз созванивались по телефону. Последний раз по телефону главы государств разговаривали 25 июня. Ожидаемая поездка президента России в Турцию так и не состоялась. Тема визита Турцию как раз может быть обсуждена в ходе личной встречи восстаний, говорил Ушаков. Все важные, в том числе и чувствительные вопросы, я думаю, будут обсуждаться, говорил Ушаков. Путин 5 июня на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге на вопрос турецкого журналиста подробно отвечал на вопрос о состоянии российско-турецких отношений. Тогда он рассказывал, что по плану идет строительство Аэсакую. Кроме того, он говорил про газовый хаб, который Россия планировала создать в Турции, чтобы было понятно только, я все время стараюсь это объяснить, это не просто газовое хранилище. Это электронная площадка на первом этапе для торговли газом, прежде всего на Европу. Кажется, что экономический блок правительства в Турции в последнее время делает упор на получение кредитов, инвестиций, на получение грантов из западных финансовых институтов. Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. Также Владимир Путин в Астане встретится с Си Цзиньпином. Это будет вторая встреча глав государства за 2024 году. Владимир Путин в мае был с государственным визитом в Китае, это была первая международная поездка после его перезбрания на пост президента на мартовских выборах. Кроме Эрдогана, Иси Путин также проведет переговоры с президентом Монголии, президентом Азербайджана, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Казахстана Косым Жамартом Такаевым. Все двусторонние встречи пройдут 3 июля. Еще одна встреча запланирована на 4 июля с Махбером. Ушаков говорил, что не исключены и другие двусторонние контакты в Астане. США отключили Германию от аппарата, а оставшиеся без газа дрожащие немцы просят русское топливо втридорога. Как оказалось, американцы вынуждены включили счетчик для Германии, и все потому, что у них внутренние проблемы приобрели вселенские масштабы. Одним своим указом Джо Байден переполошил всю немецкую общественность, и прежде всего, засуетились промышленники и бизнесмены, они могут оказаться без газа. Так что же произошло, что их так напугало, если говорить простыми словами, то американцы решили притормозить поставки жиженый природный газ. Президент Америки своим решением отозвал лицензии для строящихся терминалов и тех, что уже успели ввести в эксплуатацию. Естественно, что у немецких бюргеров возникла паника. Они ведь думали, что все обговорено и никаких заминок с поставками не будет на нет, США решили действовать иначе. Власти страны оценили масштабы проблем в экономике и поняли, что в будущем, если продолжат и дальше щедро снабжать Германию, то могут сами остаться без газа. А это будет грозить еще большими неприятностями во всех сферах жизнедеятельности. По факту, в США сейчас активно ведется строительство собственных терминалов, и к 2030 году планируется увеличить их количество как минимум вдвое. Соответственно, для них понадобится дополнительной газовой мощности, отсюда и указ Байдена об ограничении лицензирования. Правда, на публику он заявил, что это все борьба за климат, мол, Америка борется с вредными выбросами, а Германия потребляет слишком много газа. Вот и приходится снижать поставки для тех людей, которые особо не вникают в подробности, может и покажется, что он все сказал правильно. Но более продвинутые граждане и те, что пристально следят за новостями, уже догадались, что в данном случае американцы беспокоятся за собственное благополучие. Запасы газа в США уменьшаются, и они просто решили оставить для себя, а союзникам вешают лапшу на уши, и получается, что вся их поддержка только на бумаге. Они вроде проводят встречи, но никаких знаковых решений с гарантиями не принимают. Та же Урсула фон Дерляйн сама призналась, что все их договоренности носят лишь рекомендательный характер. Никто не берется гарантировать, что все будет выполнено точно и в срок.